Добрый вечер! В эфире новости АТН. В студии работает Мария Парсенкова и в начале выпуска коротко о главном. Безопаснее всего харьковчане себя ощущают в своих квартирах и домах. Близкое соседство с зоной АТО и рост преступности в городе. Социологи исследовали, насколько харьковчане чувствуют себя защищенными. Такие преступления очень тяжело последовать по той простой причине, что 37 человек было по видео видно. Разгромы наркоточек и игровых салонов, побоище в студгородке и штурм офиса оппозиционного блока. Милиции рассказали подробности расследования громких дел. Схема размещения. Это затратная часть. Работают ли харьковские киоскеры в черную? Этот вопрос снова был поднят на комиссии горсовета. Теперь подробности. Спокойнее всего чувствуют себя в своих квартирах и домах и опасаются расширения зоны военных действий. Социологи провели опрос на тему безопасность в Харькове и рассказали, чего больше всего боятся харьковчане. Дома надежно, а вот в чужом районе уже некомфортно. Социологи замерили ощущение безопасности у харьковчан. Безопаснее всего харьковчане себя ощущают в своих квартирах и домах. Таковых 83,3%. Это суммарно полностью безопасно ощущаю и скорее безопасно. Ощущение безопасности в несколько меньшей степени, но все же превалирует еще в подъезде и во дворе. Таковых 75,5%. И 22,5% в своем подъезде или дворе ощущают себя небезопасно. В районе, где проживают харьковчане, чувство безопасности у большинства тоже сохраняется. Таковых 66%. В другом районе этот показатель уже не дотягивает и до 44%. Зато в общественном транспорте харьковчане ощущают себя преимущественно безопасно. В этом призналось более 61% опрошенных. Согласно свежему опросу харьковского филиала Института Горшенина, больше всего жители города опасаются войны, расширения зоны конфликта или его эскалации. Также боятся харьковчане терактов и взрыва в общественных местах. Они оказались на втором месте по частоте упоминания. На третьем – социальные страхи. Нестабильности, безработицы, бедности, голода, подорожания, болезни. Замыкают топ опасений, боязнь мобилизации, беспредела и массовых беспорядков. Теракты, я думаю. От этого вообще абсолютно никто не застрахован. Можно проходить это по улице и будет заминирован автомобиль урна. И пострадают абсолютно невинные люди. Ну, прежде всего, это опасение терактов, это опасение расширения военных действий. Вот в таком ключе. Ну, наверное, бытовые кражи – это наименее такое страшное. Ну, наверное, вот боюсь за безопасность на улице, за детей, за молодежь. Пересечное, так скажем, громадянство нашей страны думает, конечно, о экономических негораздах, которые на нас свалились. Ну, не буду перечислять. Газ – это первое, и цена на отопление – это второе. Опасения опасениями, но больше половины харьковчан все же не боятся стать жертвой преступников. Хотя за последние 8 месяцев количество зарегистрированных уголовных преступлений выросло на 14% по сравнению с прошлым годом. Ежесуточно харьковские правоохранители получают около 450 обращений. Основное количество из всех этих преступлений – порядка 7600, это более 50% – это кражи. Кражи, квартирные кражи, которые мы уносим в реестр судебных расследований. Большое количество, порядка 900 преступлений – это грабежи. В основном, уличные грабежи, которые мы все видим, знаем. У нас их совершается от 4, 5 до 10, 15 ежесуточно. Поэтому объективно какой-то рост преступности произошел. За последний год в Харькове увеличилось количество разбойных нападений на 42% и в разы число ложных минирований. В близком к зоне АТО регионе стало большее обращение незаконного оружия и боеприпасов. У нас 42 единицы огнестрельного оружия, изъято гранатометов, 5, порядка 3000 патронов, 48 гранат, взрывчатые вещества, запалок гранатом, детонаторы. Но все это количество, лично мое мнение, ну и это объективно, оно не отражает, я думаю, оружие, уверены мы, что оружия гораздо больше. Милиция ведет эту работу, милиция проводит, потому что это из основных направлений. По мнению почти 60% харьковчан, за последний год уровень преступности в их районе вырос. Но несмотря на это, подавляющее большинство жителей города, почти три четверти, не знают своего участкового. Своего участкового знаете? Нет. У нас рядом воинская часть, поэтому мы всегда защищены. Нет, не знаю. У нас даже милиция была, я же не из этого района, а из Новожанова. Была милиция, сейчас вообще. Куда обращаться, мы даже не знаем, не имеем понятия. Никакой участковой. Нет. Не знаю. Ну, это наштовхнуло меня на думку, чтобы я дозналась. Теперь это будет первым вопросом, которое я дознаюсь, когда приду домой. Найти имя и контакты своего участкового можно на официальном сайте Главного управления МВД в Харьковской области, напоминают правоохранители. Алена Сорока, Павел Велицкий, агентство телевидения новости. Побоище в Студгородке, штурм офиса оппозиционного блока, грубое обращение правоохранителей с иностранными студентами и разгромы активистами наркоточек и залов игровых автоматов. Начальник гороуправления милиции Андрей Крищенко рассказал детали расследования громких дел. Из почти четырех десятков участников массовой бойни в Студгородке на Атакара Яроша, которая произошла в начале июня, подозрения предъявили только одному человеку и по статье хулиганства. Сейчас он находится под домашним арестом. Никакого отношения к добровольческим батальонам он не имеет. Остальным 36 парням подозрения пока не предъявили. В розыск объявляют лиц, которым предъявлена педозра. Педозра еще никому не предъявлена. Мы занимаемся, как я уже неоднократно говорил, такие преступления очень тяжело расследовать по той простой причине. Я же говорю, там 37 человек было по видео видно и каждому нужно доказать именно конкретные действия, те удары, те, допустим, что он совершал, их локализацию, каждому конкретному случаю, каждому конкретному человеку. Очень тяжело разделить это между 37 человек. Также не предъявили пока подозрений и никому из участников громких беспорядков, произошедших два месяца спустя. Штурма офиса оппозиционного блока. А вот в отношении сотрудников милиции, которые не предотвратили беспредел, сейчас проводится служебное расследование, результаты которого передадут в прокуратуру. По действиям милиции служебное расследование, да, проводится, проводится главным управлением и плюс к этому возбуждена прокуратура области уголовное дело по статье «Халатность». И там проводится уголовное расследование, допрашиваются наши сотрудники, выводов еще нет, педозра никому из сотрудников не предъявлена. Проводят служебное расследование и работники правоохранительных органов, которые засветились на видео, которое на Салтовке сняли прохожие и выложили в соцсетях. На нем видно, как патрульные в достаточно грубой форме объясняются с иностранными студентами, применяя физическую силу. Если вина правоохранителей подтвердится, то их привлекут к ответственности и уволят, заверил Андрей Крищенко. Данный факт прокуратура внесла в единый реестр досудебных расследований по статье «Превышение служебных полномочий». Характерно, что ни в этом случае, ни в конфликте на Атакара-Яроша, где среди жертв также были студенты из других стран, речи о переквалификации на 161-ю статью Уголовного кодекса «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии» речи не идет. Прокомментировал начальник городского управления милиции и частые в последнее время рейды активистов по так называемым наркоточкам, наркоаптекам и подпольным залам игровых автоматов. По всем нападениям на аптеке, мы знаем две аптеки в московском районе, еще нападения на киоски, да, естественно, есть криминальное проважение. По одному из них, по московскому району, придавлено педозра, человек арестован. Я не могу рассмотреть патриоты, в масках не патриоты, то есть что они делают, мотив их пока, и призываю этого не делать. Действия активиста правоохранители квалифицировали как разбойное нападение. Террористов, которые подорвали машину комбата батальона слабожанщина Андрея Янголенко и оставили в водосточной трубе дворца пионеров гранату, харьковским правоохранителям установить все еще не удалось. Алена Сорока, Павел Велицкий, агентство телевидения новости. Смогут ли харьковские киоскеры работать прозрачно? Оппозиционные к власти депутаты уверены, это зависит от местных чиновников. Те, в свою очередь, отмечают, требуемые изменения слишком дорого обойдутся местному бюджету. Работают ли харьковские киоскеры в черную? Этот вопрос снова был поднят на комиссии Гурсовета, где депутаты обсуждали вопрос следующей сессии Гурсовета. Чиновники предложили целый список киосков, с владельцами которых предлагают продлить договоры аренды земли. Однако эти договоры, отметил депутат Гурсовета Анатолий Родинский, закончились уже несколько лет назад. А значит, предприниматели либо вовсе не платили в бюджет за аренду земли, либо существовали на птичьих правах и платили кому-то в карман. Мы же все знаем, что малочерептурные формы киоскеры словами незаконны. В бюджет не был. Сейчас, в какой-то год назад, начали выносить на сессию решение о продлении договоров аренды, которые давно закончились. Чиновники уверяют, раз договоры не аннулировали, то платежи идут. Однако депутат уверен, это юридически невозможно. И в этом случае бизнес зависит от воли чиновников. Захотят продлять договор, захотят нет. Законная же форма работ малого бизнеса, отмечает Родинский, принятая в других городах Украины, предусматривает создание общегородской схемы возможного размещения киосков, которая позволяет начинать бизнес без дополнительных согласований. Однако в Харькове ее же не в первый раз отказываются разрабатывать. Схема размещения – это затратная часть. Особенно на сегодняшний день, когда существует уже проект закона, не знаю, будет принят, не будет принят, я думаю, что мы не будем схему разрабатывать. Кроме всего, могу сказать свое мнение, что схему в целом по городу не считают целесообразным разрабатывать. Я думаю, что нужно будет схему разрабатывать по конкретным улицам или провоюдам. Депутаты не поддержали предложение Родинского обязать департаменты мэрии начать разработку схемы. При этом надо отметить, что эту схему депутаты уже обязали чиновников разработать. Причем еще в июне. Но голосования депутатов пока мало повлияли на действия чиновников. Марина Николаева, Александр Проценко, агентство телевидения новости. Вы смотрите новости АТН. Далее выпуски. Осторожно, как Лёш. В областной СЭС констатируют, количество инфицированных в этом году выросло вдвое. В чем причина? Уничтожение польских элит, Катынь и акция умиротворения. В Харькове открылась выставка, посвященная 75-й годовщине Катынского расстрела. Результат вообще превзошел все наши ожидания. Ребята оказались прекрасными коммуникаторами, они нашли общий язык. Жизнь в переходном периоде глазами молодежи. Как живут вынужденные переселенцы с Крыма и Донбасса. Подробности через несколько секунд. Рост заболеваемости Коклюшем на Харьковщине. По данным областной СЭС, по сравнению с прошлым годом, количество инфицированных увеличилось вдвое. В чем причина, узнавала Лариса Говина. Харьковские медики фиксируют существенный рост заболеваемости Коклюшем. Говорят, число заболевших в этом году выросло практически в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. И уже составило 166 человек. Большинство заболевших – дети до 6 лет. В Харьковской областной детской инфекционной больнице в данный момент лечение проходит даже грудной младенец. Состояние этих детей компенсировано, средней тяжести. Есть дети, которые после отделения интенсивной терапии, маленькие дети, но они уже на этапе выздоровления, уже будут скоро готовиться к выписке. Так что тяжелых детей и детей, которые в отделении интенсивной терапии, нет. По словам Дмитрия Кухаря, у детей Коклюш протекает в более тяжелой форме, нежели у взрослых. Часто перерастает в бронхит со сложнениями или воспалением легких. Особенно опасен Коклюш для малышей до года. Спазматический кашель – основной симптом опасного инфекционного заболевания, у младенцев может вовсе не появиться, уверяют медики. Вместо этого у них периодически происходит остановка дыхания. У маленьких детей такой кашель, как таковой, может отсутствовать. Он может быть незначительным, но могут изначально быть даже просто-просто остановки дыхания. То есть частота дыхания та же. На каком-то этапе раз кашлянул или без кашля, может просто дитю переставать дышать. Это не столько страшно для каких-то отдельно легких или шок, как страшно для всего организма. Основная причина роста заболеваемости, говорят врачи и специалисты госсанэпидслужбы в Харьковской области. Отсутствие вакцины, которая используется для профилактики не только Коклюша, но и также столбняка и дифтерии. Поставок в ближайшие месяцы не было, поэтому, говорят в городе и области, запасов вакцины уже не хватает. Если раньше, в прошлые годы, мы отмечали, что связано в основном из-за отказа родителей от прививок, то сейчас всего лишь отказ есть такое, имеет место, но это около 10% из числа заболевших – это дети, родители которых отказались от прививок. 40% – это дети, которые были не привиты из-за отсутствия вакцины, к сожалению. В Харьковской облах администрации подтверждают, проблема с поставками вакцин действительно существует. Однако, по словам заместителя губернатора Михаила Черника, в Министерстве здравоохранения пообещали в ближайшее время все же выделить для Харьковщины необходимое количество препаратов. Пока предпосылок к паники никакой нет, но действительно вопрос вакцин стоит остро, он с министерством отрабатывается системно. Министерство идет нам на встречу на сегодняшний день, и мы от полиомиелита, например, ожидаем в ближайшие дни буквально уже поставки данной вакцины. Обещанных министерством поставок, утверждают в обл администрации, хватит вплоть до конца года. В их число входят вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, батулизма и бешенства. Лариса Говина, Александр Проценко, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Уничтожение польских элит Катыни – акция умиротворения. В Харькове открылась выставка, посвященная 75-й годовщине Катынского расстрела. Ее экспонаты объединили в себе трагедию Катыни и уничтожение польской элиты на территории Польши. В плен к советским военным летчица Янина Ливандовская, родившаяся в Харькове, попала 22 сентября и стала единственной женщиной, расстрелянной в Катыни. Без суда и следствия в начале Второй мировой сталинским режимом было уничтожено более 20 тысяч польских граждан, среди которых были как этнические поляки, так и украинцы, евреи, немцы. В географии военных преступлений, объединенных названием «Катынский расстрел», есть и Харьков. В подвалах НКВД первой столицы погибло более 4 тысяч человек. Расстрелы длились 19 дней с 5 по 24 апреля 1940 года. В день в среднем убивали от 200 до 300 человек. Для большего удобства и чистоты расстрелы проходили в одной камере. Палачи изобрели даже особый способ – харьковский метод. Стреляли не в затылок, а в первый позвонок. Так на пол камеры проливалось меньше крови. Из тех, кто был убит в эти дни советскими карателями, можно было бы составить целый университет, говорит историк Александр Зинченко. Большинство этих польских офицеров, которые были в 1939 году интернованы, взяты в полон в период вересного кампании, они резервистами. В приватном житете это агрономы, вчители, спевки. И доля этих людей, они на самом деле перерывались абсолютно в жахливый способ, оскільки они были засудены без суду. С представителями польской элиты подобным способом разбирались и на оккупированных Германии территориях. Эти действия получили название «Акция АБ» или «Акция умиротворения» и осуществлялись одновременно с Катынским расстрелом. Польша страдала, и наша нация страдала, но тоже на двух фронтах. С одной стороны, поляки теряли свои жизни в гитлеровских концлагерях, а с другой стороны, десятки тысяч, сотни тысяч людей были внудительно депортированы в Сибирь, в Гуаги. На выставке «Уничтожение польских элит Катынь. Акция АБ», созданной совместно институтами национальной памяти Украины и Польши против преступлений тоталитарных режимов, свидетельствуют не цифры, а судьбы людей. Организаторам удалось невозможное – объединить экспонаты, которые по условиям хранения нельзя вывозить. На каждом из планшетов тщательно отобраны копии документов и фотоматериалов из архива Великобритании, Германии, Польши и Украины. Но для того, чтобы переубедить сторонников жесткого правления, которым Сталин только по мифам, нужна другая. Выставка в историческом музее продлится до 20 октября. Оксана Нечапаренко, Александр Парценко, агентство телевидения «Новости». Жизнь вперед в заме молодежи. Название фотовыставки, авторы которой вынуждены переселенцы из Крыма и Донбасса. Летом 20 молодых людей стали участниками фотолагеря. Тренеры известного журнала National Geographic учили их документировать реальности своей жизни, жизни людей, которые пострадали из-за войны на территории собственной страны. Было сделано 80 тысяч фотографий, из них отобрали всего 50 работ, представленных на выставке. На этой работе доничанки Елены Пермяковой запечатлена переселенка из Луганской области, семья которой жила две недели на Харьковском вокзале, прежде чем найти приют в лагере для переселенцев «Ромашка». Девушка считает фотографию не очень удачной, говорит, были получше снимки. Но именно на этом ей удалось придать эмоцию, и фотография попала на выставку. Тут показана какая-то боль. Боль переселенца, потому что, как и я, как и она, и все остальные, покинули свой дом, оставили все, и остались, по сути, без ничего. И я думаю, что именно ее лицо выражает это. Мы именно об этом говорили в этот момент, я прекрасно помню этот момент, и мне показалось, что, наверное, редакторам тоже так привиделось, причудилось. Елена Пермякова и еще несколько участниц проекции National Geographic специально приехали в Харьков на выставку. Девушки не скрывают удивления, американские тренеры отобрали очень странные, по их мнению, работы. Тут есть фотографии, которые были сделаны в последний момент, в ППХ, а они оказались среди 50 лучших. Вот, например, работа Валерии Трещевой. На снимке стол с предметами быта семьи переселенцев из Донецка. Замечательные были герои, два бизнесмена, муж и жена. И вот так получилось, что у них пострадала квартира, и у них накрылся бизнес, и они вот переехали. Ну, сейчас вот, как шутил главный герой Олег, говорит, я был бизнесменом, а стал фермером. У них там утки, гуси, курятник, все у них отлично, строят там дом, и, ну, прекрасно себя чувствуют. Счастье и грусть, отчаяние и надежда. За шесть дней участники фотолагеря побывали в разных местах Харькова и области и сделали 80 тысяч снимков. Четыре группы фотографов работали в Изюме, втором после Харькова городе, где осело наибольшее количество переселенцев из Донбасса. На фотографиях люди, которые уже не прячутся от обстрелов, они не боятся улыбаться и открываться перед фотокамерой. Просмотришь фотографии, когда человек раскрывается на своей территории, чувствует безопасность, в прямом смысле этого слова, личную безопасность на своей территории, ты понимаешь, что вот этот страх, вот эта боязнь, она просто-напросто ушла. И что даже пусть маленькая, но какая-то часть того, что ты делаешь, она где-то именно поспособствовала тому, что эти люди адаптировались. Соорганизаторы фотолагеря, National Geographic, Харьковский институт региональной прессы информации. Его директор Алексей Солдатенко думает над тем, чтобы сделать проект ежегодным. Хотя начинать его было страшно, признается Алексей. Мы не понимали, как люди, переселенцы, которые живут в достаточно сложных условиях и вообще оказались в очень жизненных таких непростых условиях, как они воспримут молодых ребят, которые будут снимать их жизнь. Но результат вообще превзошел все наши ожидания. Ребята оказались прекрасными коммуникаторами, они нашли общий язык. В Харькове выставка пробудет всего три дня. Дальше она поедет в турне по Украине, в том числе и в города, которые зацепила война. Славянск, Роматорск и Северодонецк. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, Агентство телевидения новости. Таким был четверг, 10 сентября. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Мария Пурсенкова. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин